С одной стороны, я бы хотел сказать, что Сирия должна сама, вот, например, это нужно было сделать еще в свое время в Чечне, уже теперь поздно, сама разобраться во внутреннем конфликте. С другой стороны, на фоне того вмешательства, которое Соединенные Штаты во всем мире проводят, сирийские консультативные и иные вмешательства, если их так можно назвать, по договоренности давней с Сирией, которые проводит Россия, я полагаю, они вообще очень светлые, нормальные и обстоятельные. Мы диалогизируем ситуацию, мы не посылаем туда вертолеты, не вводим бронетехнику, и тем не менее, Сирия, тем не менее, несмотря на всю, как бы, вот, псевдоссору, это, наверное, просто такой затянувшийся сложно-конфликтный диалог, из которого надо вылезать и Обаме, и президенту нашему, тем не менее, мы остаемся нейтральными, более нейтральными, чем все остальное мировое сообщество, которое хотело бы все поделить или прекратить сразу, или поддержать повстанцев. Это тоже поддержка, понимаете, и поддержка непонятная еще чего, потому что сегодня мы видим абсолютно разные комментарии, абсолютно разные репортажи с сирийской земли, и очень сложно сказать, кто прав, кто виноват, потому что затянувшийся конфликт не выявляет абсолютно правой стороны. Мы с коллегами очень много, и с политическими, общественно-политическими деятелями думали над этим, и я полагаю, что Россия должна занимать, с одной стороны, нейтралитет, а с другой стороны, все-таки выполнять какие-то свои обязательства международные по договорной помощи, то есть диалогизировать ситуацию и дальше, и оставаться в этом, обозначив себя. Вот это очень важный сейчас момент, потому что мы не должны и не можем эскалацию конфликта и поддерживать, и каким-то образом играть на этом поле, помогая той или иной группировке. Спасибо.